Но мы не начнём плачь, танцуй с нами, славясь с нами. Как ты вошёл? Не удивляйся так. У тебя только три кода. Я просто попробовал один за другим. Ты правда работал? Я думал, ты помогаешь ассистентке. Проект забвения уже начался, я должен вести его до конца. У тебя железные нервы. Как можно было меня обмануть, если я был внимателен? Это не в первый раз. Чушь. Сася Унин сказала мне, что у неё на тебя что-то есть, поэтому я в дураках. С другой стороны, как такого умняшку, как я, могли обмануть? Так... Что у неё на тебя? Она правда так сказала? М-м-м. Так тебя точно обдурили. О чём думаешь? Чего так радостно апельсин поедаешь? Закрой за собой дверь. Я иду спать. Какой отличный дружбан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господин Гу, доброе утро. И тебе. Господин Гу, прошлое ночью. Да, алло. Извини, я был в лифте. Послушай, вчера было просто невероятно. Расскажи мне, как интересно. Они были удивительны. Я был взволнован. Думаешь, сегодня они снова? Нет, 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 никогда. Да, невозможно. Что? Ты тоже бокс смотришь? Так мы по разные стороны. Мне так жаль твоего кумира. Да, я смотрю бокс. Мой кумир необычный человек. Уверена, он вернет свои силы. Подождите, увидите. Хорошо. Посмотрим. Буду молиться, чтобы ему ничего не отбили. Точно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты страдала в бесчисленных реинкарнациях из-за меня. И каждый раз для тебя это плохо заканчивалось. В подземном мире ты выпила из чаши забвения. Может, забвение полно твоих слез? Надеюсь, ты запомнишь меня. Но я хочу, чтобы ты выпила воду, закончила эту старую историю и забыла нашу старую любовь. Эффективность. Проект забвения не окажет большое влияние на бизнес. Ваша неэффективность ставит под угрозу проект. Ся Сяу Нин, демо закончилось. Почему не закрываешь? Что? Боишься? Хочу вместе с тобой окунуться в бесинимарь. Надеюсь, ты сможешь смотреть на меня с любовью во взгляде. И я. Это позже записали? Вчера этого не было. Кто эта девушка? Я не знаю. Звуки поцелуев звучат так реалистично. Это что, сюрприз от господина Гу? Впечатляюще! Реалистично? Конечно, реалистично. Потому что это было в самом деле. Господин Гу профессионал. Ему не понравился звук поцелуя, когда он послушал демо. Так что он привел Сяу Нин в студию и поцеловал ее взаправду. Вот что я видел, когда вернулся вчера. Я обрезал эту часть утром. Нет, нет! Сяу Нин, это правда? Сяу Нин, ты такая преданная! Это неправда! Сяу Нин! Не скромничай! Давай, расскажи нам, как господин Гу заставил тебя сосредоточиться на этом? Сяу Нин! За мной! В чем дело? Я должен уговаривать тебя? Послушайте меня. Сяу Нин! Господин Гу, вы привели меня сюда, просто чтобы выпить чашку кофе? А что? Хочешь сделать что-то непростое? Да нет, кофе отличный. Он флиртует со мной? Это просто моя фантазия. Точно фантазия. Господин Гу, мы едем не в офис. Это не повлияет на работу? Почему бы нам не вернуться? Мы возвращаемся? Это может повлиять. Но ты правда хочешь вернуться? После произошедшего? У гарнитуры в студии какие-то помехи. Нам нужна новая. Похоже, я знаю, почему Гучиньюй был так счастлив, поедая апельсин. Вот в чём причина. Смотрите. Что вы делаете? В картишке рубимся на работе? Господин Си, это Таро, предсказывает будущее. Серьёзно? Это работает? Давайте мне. Выберите любые три карты. Карты показывают, что истинная любовь появится вместе с врагом. И кактусом... Кактусом? Кактусом? Истинной любовью будет девушка, связанная с кактусами. Зависит от вашей удачи, господин Си. Больше заняться нечем? У вас нет работы? Да, госпожа. Возвращайтесь к работе, не верьте в эти суеверия. Чего так злишься? Ты сама себе выкопала яму. Что ты несёшь? Ты знаешь, о чём я? Мы знаем друг друга столько лет, как я могу не понять. Ты нанялась Асяу Нин работать на Чиньёе, потому что она выглядела глупенькой. Что случилось? Она меня тоже обманула. Она умна. Увидимся. Сейчас мне 28. Я не верил в любовь. Потеряв свою первую любовь, я поверил, что любовь ничего не значит для меня. Я думал, что не смогу больше никого полюбить. я свято верил в это. Мне уже 28. И сейчас я кое-что понял. Оказывается, та, кого я люблю, я на самом деле... Субтитры не видно. Хороший микрофон. Беру. Как тебе наушники? Я куплю, если они тебе нравятся. Обойдусь. Извините, я сама за них заплачу. Хорошо, как угодно. Чек общий? Нет, раздельный. Я забыла, что зарплаты еще не было. Ой, у вас тут плохо ловит. Значит, она не узнала мой обычный тон. Я заплатил. Господин Гу, не думаю, что это хорошая идея. Вычту сумму из твоей зарплаты. Спасибо. Ты всегда такая беспечная. Глаз нет? Извините, господин Гу. Господин Гу, насчет прошлой ночи. А что было прошлой ночью? Ты напилась? Я не собиралась напиваться и целовать вас тоже не хотела. Я была очень пьяная. Поэтому, когда я услышала ваш голос, я перепутала вас с принцем. Тогда я... Думаешь, это веская причина, чтобы целовать меня? Я нечаянно. господин Гу, это случайно вышло. Я была пьяная. Господин Гу! Вы меня слышите? Я серьезно. Я уже забыл. Мне пора идти. Пока. Забыл? Забыл? Хотите купить цветок? За ним легко ухаживать. Ты такая маленькая. Почему ты не в школе? Я их продаю только на выходных, чтобы немного заработать. Какая молодец. Кактус, да? Кто вообще ходит с кактусами? Чушь какая. А кто это тут у нас? Сама Сяу Нин, звезда компании. Господин Се! Где господин Гу? Разве ты не с ним уехала? Не слишком ли быстро закончилось свидание? Нет, господин Се, вы не так поняли. Мы ездили покупать микрофон. Ага. Но какой джентльмен отпускает девушку одну? Садись, я тебя подвезу. Не стоит, я почти пришла. Спасибо, господин Се. В чём дело? Ассистентка господина Гу такая надменная. Сначала ушла с ужина, а сейчас хочешь отказаться от помощи босса. Или тебя волнует только господин Гу. А я, значит, нет. Я всегда стою на своём. Ты поступила плохо. Если не объяснишься, думаешь, я отстану? Ладно. Что есть, то есть. Вы с господином Гу живёте в одном районе? Не молчи. Он подослал тебя, чтобы одурачить меня. Господин Се, у вас воображение богаче, чем у моей соседки-сценаристки. Я не знала, что мы соседи до своего приезда сюда. Он тоже твой сосед? Кстати, господин Се, я должна извиниться перед вами из-за контракта. Знаете, господин Гу всегда такой строгий, а вы... А я... Меня легче обдурить, да? Нет. Я просто сотрудница. Как бы я посмела вас обмануть. Я хотела сказать, что вы... более приветливый. Вы заботитесь о сотрудниках. Вы красивый и добрый. Поэтому вы не будете на меня обижаться. Так ведь? Неплохая попытка. Я могу простить твой прошлый обман. Просто расскажи мне, что у тебя на него есть. Господин Се, что такое? Ничего, можешь идти. Какая милашка. Собака. Собака, собака. Уберите ее, пожалуйста. Все хорошо, она милая. Вы боитесь собак, господин Се? Ничего я не боюсь. Она испачкает мой костюм. Не испачкает. Посмотрите, какая она милая. Смотрите, хорошенькая какая. Совсем не страшная. Как ее зовут? Ню-ню. 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 Истинная любовь появится вместе с врагом. И кактусом. Должна быть, эта судьба может подправим описание главной героини? Ее характер не до конца прописан. Думаю, можно изменить ее слова. Привет, принц Мо. Знаешь что? В моей новой компании есть права на повесть забвения. В моем сердце ты мне герой. Я очень надеюсь, что ты присоединишься к проекту. Хуа Сяунин? Ся Сяунин? Ченчжуи, что-то случилось? Ничего. Продолжай. Посмотри на его форму и вид. Такая милота! Я знала, что тебе нравятся кактусы, поэтому решила купить для тебя, когда увидела. Не буду отрицать, это хороший подарок. С сегодняшнего дня ты часть семьи моих кактусов. Работаешь? Да. Я наконец-то получила шанс осуществить свою мечту. Так что я должна усердно работать, чтобы мое имя появилось в одном списке с актером Смобу Юй. Трудись. Ради твоей мечты. А я пойду позабочусь о своем кактусе. Яо, зачем так много воды? Он хочет пить. Больше не работай на Гучу Ньюэ. Отныне не работай больше на Гучиньёе. Стань моей ассистенткой. Ну что? Правда? Как здорово! Я так давно мечтал уйти от него! Господин Се, вы меня вызывали? Отныне не работай больше на Гучиньёе. Стань моей ассистенткой. С чего вдруг? Ты хорошо проявила себя, поэтому я могу закрыть твой испытательный срок и повысить тебя до главной ассистентки. Твоя зарплата вырастет на 50%. Господин Се, это очень мило с вашей стороны, но я не готова к новой должности. Дело в том, что я не планировала работать в отделе маркетинга. Меня устраивает моя должность. Всё должно быть совсем не так. Разве она не должна была поблагодарить меня за повышение? Можешь пока не отвечать. Пойди и хорошенько обдумай. В этом нет нужды. Я занимаюсь как раз тем, о чём всегда мечтала. Я не люблю коротких путей и хотела бы остаться в производственном отделе. Я уже сообщил госпоже Хао, и она согласна с моим решением. Но... Господин Се, я признаю, что одурачила вас. И ещё раз искренне прошу вас прощения. Мне очень хочется научиться дубляжу. И в идеале под руководством господина Гу. Кроме того, я знаю, что вы очень мудрый и очень решительный. И справедливый босс. Вы не станете принуждать меня. Так ведь? Прибереги свою лесть. Будь по-твоему. Но с одним условием. Ну что, рискнёшь сыграть? Выиграешь и сделаем вид, будто ничего не было. Можешь дальше работать на господина Гу. Струсила. Господин Се, вам не кажется, что это несправедливо? Разве интересно смотреть на то, как мужчина победит? Че, девушка в игре? Ещё как. Се, Анин, молодец. Се, Анин, молодец. Она понравилась Се Фею. И он хочет нанять её себе в ассистентке. Она сейчас у него в кабинете? Нынешняя молодёжь всё больше думает только о себе. Так что... Так что... Ещё раз. Ещё. Ещё раз. Ещё. Ещё раз. Спасибо, господин Се. Я, пожалуй, пойду. Нет, давай. Ты в порядке? Не ушиблась? Кажется, лодыжку потянула. Ты что творишь? Заставил мою ассистентку играть с тобой и уронил её? Нет, мы всё неправильно поняли. Я сама не смотрела под ноги. Си Фэй, хватит уже. Подожди. Моя машина внизу. Я отвезу её домой. Не стоит. Мы живём рядом. Господин Гу, вы не могли бы отпустить меня? Я в состоянии идти сама. Вы и правда отпустили меня? Спасибо, господин Гу. Не подумай ничего. Я не хочу, чтобы тебя донимали за то, что помогла мне. Электричество шалит. Ничего серьёзного. Я отвезу тебя домой. Кто успел, тот и съел. Пора что-то предпринять. Это лекарство. На машах дома. Спасибо. Господин Гу. Я могу поклясться. Меня совершенно не заинтересовало предложение господина Се. Подумай ещё раз. Со мной можешь не ждать так просто повышения и прибавки. Я уже приняла решение. И знаю, на что способна. Я очень благодарна, что могу в первых рядах наблюдать за работой актёров дубляжа. Я буду стараться. Пожалуйста, поверьте. Отдохни как следует. Спасибо, господин Гу. Яу-яу. Я дома. Что случилось? Как видишь, лодыжку потянула. На работе растянулась. Снова на ровном месте? Вот и нет. Помнишь, я рассказывала тебе про другого босса из компании, господин Се. Он внезапно позвал меня к беседе в кабинет и предложил работать на него. Но я отказалась. А вот результат. Наверное, это наказание за то, что обидело его. Хочешь сказать, что это была месть? Но вряд ли. Он это не специально. Он довез тебя до дома и даже лекарства купил, как любезно, с его стороны. Это всё господин Гу. Что за выражение лица? О чём ты там подумала? Господин Гу живёт по соседству. Он просто подбросил меня до дома. Что в этом такого? А ещё купил тебе лекарства. И перевязал ногу. Ничего он не перевязывал. Не перебивай. Один босс хотел переманить тебя к себе, а второй довёз до дома. Как показывает мой опыт сценаристки и тщательный анализ персонажей. Это то типичное начало любовного треугольника. Поверь мне. Иди сюда. Сейчас набросаю тебе схему. Персонажи для анализа. Какую схему? Крутой босс. Ты очаровательная чудачка. Ещё чего? Глупышка? Ах ты! Фед. Почему свет погас? Ты оплатила электричество. Погоди, я проверю. Выбудет свет. Господин Се. Привет, Саунин. Что ты тут забыл? Пришёл сообщить тебе, что буду жить рядом. У меня нет слов. Теперь мы оба рядом с ней. Чи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА